Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете уже в 46-й раз Le SuperDZ подкаст. Сегодня в наших традиционных темах, мир гонок. Сегодня мы обсуждаем и обозреваем гран-при Абу-Даби финал сезона Формулы 1. Также мы будем обозревать и гонку Формулы 2, там же в Абу-Даби. Там же мы расскажем и про мотоциклетный финал в Валенсии в рамках мотоциклетных гонок мотогран-при. Потом мы расскажем, как отжигает любимые герои команды. И затем мы расскажем немного о том, что предшествует декабрьский месяц в видеоиграх нововыдших и предстоящих. Ну и заодно расскажем, что преподнес нам ноябрь в видеоиграх нововыдших и предстоящих. Итак, посажитесь поудобнее, запасайтесь тем, чем угодно и мы незамедлительно начинаем. Тендер и друзья, мы начинаем нашу первую тему. Это мир гонок. И сегодня мы начинаем нашу программу этой темы с того, что мы обозреваем Гран-при Абу-Даби. Финал сезона в Формуле-1, в котором в пятничной тренировке, в пятничной тренировке выступало 10 пилотов, заменивших тех, кто у нас берет основные машины. Ну, во-первых, во-первых, Тео Пуршер выступил на Альфа-Ромео, Джек Дуо на Альпин, Пипа Другович на Астон-Мартине, Роберт Шварцман на месте Шалли Клера в Феррари, Оливер Бирман в Хаасе, Пато Уорт в Макларене, Федерик Вести в Мерседесе, Джек Денис Адди Хаджер на машинах Редбул Макса, Ферстаппина и Чека Переса, принадлежавшие, принадлежавших именно им, этим машинам Редбул. И, наконец, Заку Салливан на месте Алекса Албана. Тем более, что Джек Денис и Заку Салливан совершили их первый дебют в тренировках в Формуле-1. Ну и, соответственно, последняя гонка, последняя гонка для главы команды Франца Тоста, для главы команды Альфа-Таури, который провел очень много лет с Торо-Рос и с Альфа-Таури. И на его место приходит Лоран Микес. Лоран Микес, который уже сказал, что теперь же команда будет переименована в следующем году как Рейсинг Буллс. Но Альфа-Ромео покидает Формулу-1 по окончании этого сезона, хотя она уже покинула Формулу-1 в партнерстве с Залбером для их возможного партнера в Сауди, который начнется в 2006 году. Но не суть важна. Важно, что три первых тренировки у нас прошли. В топе первой тренировки в топ-3 были Джордж Расслот и Папа Другович и Дениана Рикьярда. Во второй тренировке шали, когда она донорится Макс Ферстаппин. И дважды она была остановлена из-за аварии Карлса Сайнца и Ника Хюркенберга. В третьей тренировке в топах были Джордж Расслот и два Макларена Ландо Норриса и Оскара Пиастре. На сегодняшний день лучшего дебютанта сегодняшнего сезона Формулы-1. Ну а квалификация шла вот таким вот образом. Логан Сарджента, который проиграл все коллекционные дуэли Алексу Албану, не вместился в норматив статями процентов и будет и уже допущен к старту воскресной гонки. Ну а две Альфа-Ромео со следующих годов мы будем называть по старинке Заубер. Джо Гуанювальд ремонт на 19-18 месте, на 17-м Кивин Магнусон. На 16-м месте, кто бы вы думали, Карл Сайн Джуниор. Не шло у него в тренировках и не шло в квалификации, если не пошло, так не пойдет. Дейнер Кера, 15-й, 14-й Алексалван, 13-й Лэнд Струлович, 12-й Эстабанакон, 11-й. Это еще один сюрприз. Еще один это Льюис Хэмильтон. В очередной раз он не попадает из второго Семента в третий. И уступил он всесильному Пьеру Гасли на Альпино-Рено. Хотя преимущество будет в гонке несколько угасать. От его рук Чека Перес, 9-й, Ник Халкинберг, 8-й, Фернанд Аланса, 7-й. Юки Цунод это лучший результат после каких-либо этапов в этом году. Юки Цунод это 6-й. На Альфа-Таури Ландо Норрис, Джордж Асселл 4-й и 5-й. Оскар Пиастри в тройке. И на первой линии старта Шарль Эклер и обладатель по позиции Макс Ферстаффен. Завершивший круг с временем 1-23-445. Как мы уже и говорили, Логан Саджин не вместился в 8-7%. За границ трассы он не смог показать нормальное время и был допущен к старту. Соответственно, Шарль Эклер пытался на старте обойти Макс Ферстаффен, но не вышло. И, соответственно, после каждой машины стартаж на Амидиуме заехал в боксы. Исключая Юки Цунода, который лидировал в гонке до 23-го круга и заехал на хард. Джордж Ассел продолжил удерживать третье место сзади Леклера. На финальной 10-ти круга гонки Чехо Перес боролся с Ландом Норрисом за 4-е место. Они коснулись колесами и Перес получил 5-секундную пенализацию за спровоцирование столкновения. Леклера был на комфортном месте во втором месте, но Рассел и третье место, и третье место Рассела, девятое место Хэмилтона. Было достаточно, чтобы остаться на втором месте в Кубке Конструкторов. Впереди Феррари на 3 очка. Внимание, на 3 очка в Кубке Конструкторов. И Карл Сайн Джуниор шел на 10-м месте до конца этой гонки, но он использовал единственный комплект шин и должен был поехать снова. И он выпал из очковой зоны, завершив остановку в боксах. Как только гонка практически закончена, Перес прошел Рассела и продолжал увеличивать отрыв и удержать 5 секунд пенализации на третьем месте. Пересу в итоге добавили 5 секунд и стал он в итоге четвертым. Леклер до этого момента заметился, чтобы пропустить Перес дать слепстрим Расселу в борьбе за второе место. Но Рассел все-таки даже без всякой 5 секунд пенализации Переса остался в итоге на третьем месте. Позади того же Леклера. Итоговый подиум состоит из Ферстаппина, Леклера и Рассела. Третье место Рассела плюс 9 место Хэмилтона и Карл Сайн Джуниор, финишивший в 18-м. Для Мерседеса это второе место стало окончательно застолбившим. Не застолбившим, а как бы второе место официально получено для Мерседеса в Кубке Конструкторов. Но Рэдбулам не догнать было... Рэдбулам было не догнать, потому что у них больше очков, а у других все меньше и меньше. А Лонса, его седьмое место было достаточно, чтобы получить четвертое место в чемпионате. Его топ-5 финиш, когда он был рано рапом в 12-м и 13-м. И Ферстаппин также превзошел тысячный круг лидирования. И он лидировал... Это единственный пилот, который каждую гонку лидировал в этом сезоне. И вот результаты гонки сегодняшней. Не финишировал Карл Сайн Джуниор. Не финишировал Карл Сайн Джуниор из-за того, что он прошел 90% дистанции гоночной. Также в одном круге позади его отрибутался Кевин Магнусон. Джо Гуаню 17 место, Логан Саржин 16, 15-го Ника Халкенберга. 14-го Алекс Албана, 13-й, 12-го обоих Надежда Францина, Альпина Рено, Эстабана Агон и Пьер Гасли. Вне очков также Даниила Регерда. Ну а в очках мы видим, что Ютью Цунота 4 очка. Как мы уже говорили, Рассел и Хейдлитон 15 на 2, 17 очков. Лэн Струлович и Фернандо Лонса 7 очков. Он Скорпи, Астри, Ландо Норрис 18 очков. Чехо Перес и Макс Ферстаппин 26 плюс 12. Внимание, 26 плюс 12, 25 плюс 1 плюс 12. Итого получается 38 очков и 18 очков только у Феррари, потому что его напарник Карл Сайн Джуниор не смог поставить толком второй комплект резины и в итоге не финишировал толком. Как мы уже и сказали, Чехо Перес финишировал вторым, но получил 5-секундную пенализацию за процентное столкновение с Ландо Норрисом. Что вполне это объяснимо. Ну и, соответственно, чемпионат пилотов Кубок Конструкторов по окончании этого сезона. Но в итоге мы будем подводить... В итоге мы будем подводить в одном из выпусков нашего подкаста. нашего подкаста. Вообще, я вам хочу сказать, что... Перед тем, как мы скажем лично за счет Кубок Конструкторов Формулы 1, мы скажем, что... Уже на следующей неделе, даже на следующих трех неделях в этом подкасте. В первую неделю подкаста мы будем подводить итоги Мотогран-при. Во второй WRC, чемпионат мира по ралли. И на последней неделе мы будем определять вообще итоги Формулы 1 на последней неделе в нашем подкасте. И, соответственно, определять, кто лучший дебютант, кто лучше справился и кто прогрессировал. Ну и кто стал лучшим по итогам этого сезона. Это мы определим уже в три недели итогов в нашем подкасте. А сейчас лично за счет Кубок Конструкторов по окончании сезона Формулы 1 2023 года. Макс Ферстаппинт 575 очков. 285 очков Переса. 234 у Льюиса Хэмиттона. У Фернандо Аланса Шалли Клера по 260 очков. Но по лучшим результатам... Внимание, Фернандо Аланса выше. Ландо Норрис на 1 очко меньше. И на 5 меньше Карл Сайнс Джуньера. 175 у Джорджа Рассела. 97 у лучшего дебютанта у Оскара Пиастрии в этом году. 74 у Ландса Трудача. 62 у Пьер Гасслей. 58 у Эстабана Акона. 27 у Алекс Албана. 17 у Юки Цунобе. Который, напомним, вам лидировал впервые за этот сезон. Вальтери Ботт 10 очков. 9 у Ник Халкинверга. 6 у Дэниэля Рикьярда. 6. Также у Джоу Гуанью. Получим результатом. Дэниэля Рикьярда выше. 3 очка у Кемина Магнессона. 2 у заменившего Дэниэля Рикьярда на Нидерландах и по Катаро Гран-при. Лиама Лоусона. Логан Саржент 1 очко. И 0 очков у выгнанного из Альфа Таурия. Иначе мы его скоро будем в следующем году называть Рейсинг Буллс. Ника Девриса. Теперь. Кубок конструкторов. 860 очков у Red Bull Racing Honda. 409 у Mercedes. 406 у Ferrari. Как мы уже сказали выше. Mercedes сохранил достаточное преимущество от Ferrari. McLaren Mercedes 302 очка. 280 у Aston Martin на рамках Mercedes. 120 у Alpine Renault. 28 у Венея Мерседеса. 25 у Alfa Tauri Honda. Они не догнали Венея Мерседес. Хотя могли бы догнать усилиями Рикьярда и Цуну. 16 у Alfa Romeo и 12 у Хаас Феррари. Таким образом. Таким образом. Следующий сезон Формула 1. Будет иметь. Пока что одну вакансию. Но только Вильямсе. Все остальные команды сменят. Все остальные команды кроме тех. Которые уже. Кроме тех, которые. Кроме двух команд, которые пытаются сменить имя. Одно швейцарское на Zauber. Другое на Рейсинг Буллс. С переходом в Милтон Кейнс. Частичным переходом Милтон Кейнс. Еще. Некоторые могут остаться. Это Джо Гуаню и Вальтери Ботт. Сиденин Акиадо и Юги Цунода. Это во-первых. Во-вторых. Вакансия есть одна. Уверен с Мерседес. Пока неизвестно. Будет ли Логан Сажент. Или кто-либо другой. Мы узнаем чуть позже. В рамках нашего. В рамках подкаста. Ну и соответственно. Смена регламента. Изменения в регламенте. То есть. Альтернатив Тайл Аллокейшн. Венгрии и Италии. К сожалению. Не будет. Вообще. Но каждая команда может. Сохранить. 13 комплектов шин. Доступных. Каждый гоночный уикенд. Спринтерские заезды. Тоже меняются. В этом году. Детали. Этих изменений. Еще толком не окончательные. Но они будут. На встрече. В следующем году. F1 Commission. Для. Для достаточного. Скажем так. Для достаточной трактовки. Регламента спринта. Это во-первых. Во-вторых. Пока неизвестно. Каких этапов. Будет проводиться спринт. В следующем году. Ну и в общем-то. Мы понимаем. Как это все будет. Выглядеть. На данную минуту. А сейчас. Немножечко. Расскажем. Про. Чемпионат мира по ралли. У нас. Завершился. Я так понимаю. Сезон. В. В. Чемпионате мира по ралли. Но. Говорить об этом нечего. Но. Мы знаем. Что. Калера Вантера. 250 очков. И. Скоро. Уже пройдет. Долгая пауза. До этапа. Монте-Карло. В следующем году. Ну вот. И. Соответственно. Николай Грязин. Ставший. Топ. 20. На девятнадцатом месте. 10 очков. Адриан Формо. И. Грегори Манштер. Сошли. Ну. И. Хироки Арая. Одну очку выцарапывает. В итоге. Но. Не дотягивается до. Мартина Прокопа. И. Оли Кристиноверева. И. Николая Клемина. И. Николая Марчика. Ну. Вот так вот. Это все происходит. Напомним. Что. Тойда Газу Рейсинг. Победила среди производителей. Hyundai Shell Mobistar. И. M Sport4WRT. Только лишь третьи. А теперь. Мотоциклетные гонки. Мотоциклетные гонки. Мотоциклетные гонки. В которых. Выступали у нас. Наши. Небезызвестные. Мотоциклисты. Которые выступали на. Рикардо Торма. Сёрки. Это. В Валенсии. Но. Перед тем. Как мы. Расскажем. Про. Наши. Наши. Мотоциклетные гонки. Наши соревнования. Мото Гран-при. Давайте. Немножечко. Кинем взгляд. На. Формулу 2. Кинем взгляд. На. Формулу 2. Потому что. Как вы знаете. У нас. Прошел. Финал сезона. У нас. Определился. Чемпион. Формулы 2. И. Чемпион. Среди команд. Чемпион. Среди команды. В Формуле 2. На. С. Марин и Сёрки. Это. Произошло. Странно. Что. Странно. Что. Нет. Во-первых. Результатов. Как таковых. Но. Можем. Мы. Еще. Посмотреть. К примеру. Вот. Таким. Образом. Вот. Таким. Вот. Образом. Спринтерские. Спринтерскую гонку. Выиграл. Спринтерскую гонку. Выиграл. Мы видели. Мы видели. Спринтерскую гонку. Выиграл. Федерик Вести. Энце. Фитипальди. Ричард Версхор. В тройке. Денис Хаукер. Ази Хаджар. И. Джек Дуэн. Тео Поршер. Аюм. Мы вас замкнули. За очко. Восьмерку спринта. Вне восьмерки. Зен Мелони. Оливер Бирман. Роман Штанник. Джек Крофорд. Куш Майнер. Нисен. И Джордж Мейсон. Поль Аарон. Армари Кардель. Ральф Бошун. Франк Калапин. Виктор Мартан. Артур Леклер. Сошел у нас. Хуан Манель Корея. Из-за коллизии. С Кушем Майни. А дальше. В спринте. Не в спринте. А в основном заезде. Джек Дуэн. Выиграл. Виктор Мартан. Второй. Фредерик Вести. Стал пятым. Артур Леклер шестым. Денис Калюев седьмым. Мадзи Хаджар восьмым. Куш Майни девятым. Джек Крофорд в десятом. Замыкающий десятку сильнейших. Рой Низани. Роман Штанник. Хуан Малерек. Оман Эль Корея. Энцеф Типоляр. Айбушу. Номарикор Дейзен Мелони. Поль Аарон. Вне десятки. Джош Мейшин. Ришаур Грисхор. Оливер Бирман. И Франк Лапинто. Сошли. И таким образом итог этого чемпионата таков в Формуле 2. Напомним, что Тео Пуршер стал чемпионом. Десять и три очка на 109. На 102 у Фредерика Вести. Джек Дун 168. 165 на 3 меньше у Аюма Ивасы. 150 у Виктора Мартана. На 20 меньше у Оливера Бирмана. На 6 меньше у Энцефи Типальди. У Денниса Хаудера 113. 108 у Ришарда Грисхор. 96 у Зейна Молони. 62 у Куша Майни. 59 у Джекана Дарула, который вовсе не участвовал. 57 у Джек Кроуфорда. 55 у Азика Хаджара. 49 у Артур Леклера. 37 у Ральфа Бушунга. 28 у Клеймана Навалака. 15 у Гурамана Штаника. 13 у Хуана Малёя Корея. 8 у Мари Картеля. По нулям у Роя Нисони, Брэдли Бенавидес, Джоша Мэйсона и Поля Арна и Франка Калапинта. Вот так это все и произошло в Формуле 2. В командном зачете 353 АРТ Гран-при. Несмотря на единственную дисквалификацию в Баку. 322 у Прима Рейсинг. 220 у Рэден Карлен. 214 у Дамс. Инвикто Виртуозит. 176. На 4 меньшего по Моторспорт. Ван Амершор. Другая недолганская команда. 121 очко. 112 у Хай-Тек Пульсейт. 99 у Кампас Рейсинг. 3 Дэнс 43 очка. 0 очков у ПХМ Рейсинг. Которая, вне зависимости от Харос Рейсинг Систем, исполняет обязанности своей команды Формуле 2. А теперь Мотогран-при. А теперь Мотогран-при. Там мы видим, что на этапе в Валенсии, мотоциклетных гонках, на поле у нас оказался, на поле у нас оказался Мави Виньяли. Следом за ним Пека Банья и Джон Зарко. Джек Миллер, Брэдли Биндер. Там же Хорхи Маттин, Марко Бицеки, Алекс и Марк Маркес. На третьем ряду старта. Четвертая тройка. Рауль Фернанес, Паби Дежан Антонио и Алекс Эшпарго. Августа Фернанес, Паби Куртаро. Так, как и на Кагами. На пятом ряду. Шестым. С шестого ряда старта Дэнэ Бастиани, Лукомарини и Боли Спарго. Франко, Марбидель, Алекс Ринц и Ларенс Сальвадори. На седьмом ряду старта. В Мото 2. Соответственно, по пол празднал Аран Кане. А в Мото 3 Колин Вейерс. Взял пол позиция. Впереди Аюма Зазаги и Дениса Ончу. В спринте Хорхи Мартин выиграл. 12 очков. 9 очков. Брэдли Мидера. 7 у Марка Маркеса. 6 у Майорика Виньялиса. 5 у Пека Баньяи. 4 у Фаби Дежан Антонио. 3 у Марка Бицеки. 2 у Ариуса Маркеса. 1 у Джона Зарко. Вне десятки у нас... Вне десятки у нас... Августу Фернандес, Ророль Фернандес, Джек Миллер, Алиши Спаргера и Поли Спаргера. И наи области они не так одинаковыми. Лука Маринев, Франко Морида, Эрик Синец, Ларенс Саведори и Фаби Куртарара. Из-за инцидента Сашу Ланнистра. Там у нас Джоан Мир из Репсуль Хонде. Из-за боли в шее. И в итоге пропускает весь этот инцидент. В вормапе Джоан Зарко выиграл... Впереди Брэдли Бинтер и Хорки Мартин. С временем 1.2984. Вормап таким состоялся. Ну а Пека Банья, ставший чемпионом, в итоге... В итоге, соответственно, выиграл второй чемпионат подряд в Мотогран-при. И Джоан Зарко и Дебрэдли Бинтер в тройке. В пятерке Фаби Держина Тунировали Фернандес. Алекс Маркес, Франко Морвидели, Алиш Спаргера, Лука Марини, Мави Юниялис, Фаби Куртарара, Токагина Кагамил, Аренс Сальватори и Поли Спаргера. Сошли у нас Алекс Ринс, Джек Миллер, Эне Абастианини, Аугусто Фернандес, Марк Маркес, Хорхи Мартин, Марко Бицеки и не стактовал у нас, как я уже говорил, Джоан Мир. Лучший круг на счету у Брэдли Бинтера на 30 и 145 тысяч на третьем круге. В Мото 2 победу праздновал Фермина Легер, следом за ними Ронкана, Алонс Лопес, Маркес Рамирсон, Киар Шантер, Джек Диксон, Стэн Лоус, Джо Роберт, Денис Фожай, Либертарина Саги Айугура, Петро Акошто, Мануэль Гонсалес, Барри Валтус, Джерми Алькоба. Тони Арбалина Виньячков, Филипп Салыч, Зонтавандер Горберг, Гурберг, Матео Феррари, Далин Бинтер, Рори Скинер, Тайга Хада, Алекс Эшквик, Бобин Снэйдер, Матя Казадай из Шанда Алан Келли. Замкнуши 26 и проходит 26 лучших мотоциклистов, по крайней мере 26. Сошли у нас Хектар Гарзыч, Синовьетти, Лукуш Тулович, Сэрфио Гарсио, Изан Гевар и Кота Нозане. В Мото 3 победу праздновал Мимус Азахи, Дэвид Алансы и Вердан Артолов в тройке. В 15-ти сильнейших у нас оказались Колин Вейер, Теннис Ончу, Хасан Дони Роэду, Джоэль Кельси, Дониэль Хольгадо, Дэвид Муниус и знакомые персонажи также Рюза Имана, Катайо Фруссату, Филиппо Фариоли, Хауми Масиа, Диан Фернансе, Стефана Неппа. Вне десятки у нас Роман Афинати, Ричардо, Росси, Матой Бертеллик, Савер, Артиго Скай, Тутобо, Дэвид Сальвадор, Маркус Руда и Марио Аджи, замкнувший 3.23 лучших гонщика на этапе в Валенции. Лоренцо Филон, Висенте Перс, Диагу Мореро сошли. Не стартовали Шерифюдин Азман и Скотт Огден. И также получил рам у нас Дэвид Альманаса из Хускварны и в итоге был заменен на Марко Саруиду. Марко Саруиду, простите. Соответственно, Пек Абоняй чемпион, 4.67 очков. Хорхи Марки 4.28, Марко Бетзеки 3.29, Брайли Виндер 2.93, Джоан Зага 2.25. Петро Акошта в Мото 2 стал чемпионом, Тони Арбалина 3.32,5, 249,5 Тони Арбалина и Петро Акошта. Соответственно, примерно Эдегер поднялся на позицию выше. До 19 очков, он серебряный, он бронзовый призер этого Мото 2. С 204, Джек Эдикс на Арана Кане, 195. Ну а Хауми Маси, сохранивши достаточное преимущество, достаточно стал чемпионом Мото 3. Хауми Заги 268, Довиталово 245, Денис Конча 233, и он поднимается на позицию выше, простите, по отношению Денина Хольгада, у которого 220 очков. Ну что ж, теперь, соответственно, следующий сезон Мото Гран-при. В следующем сезоне у нас все вакансии, все вакансии у нас... заполнены. Маверик винил Сайджи Спарглер в апреле рейсинг. Что касается РНФ рейсинг, который не будет в следующем сезоне, ввиду согласия на участие. И смена может быть спланирована позднее. Так вот, апреле рейсинг Индепендент Тим выступать за не буду Равель Фернандо Семигеля Ливейра на прошлогодних апрелях. На новых Детукате Десмодейдич и JP24 будут выступать Пека Боняяна и Бассейн и Франком Равидели в Хорхе Мартин. На прошлогодних Десмодейдич и JP23 Гризини Рейсинг и Пертамин Эндоро VR46 Мото Гран-при Тим. Будут выступать Алексей Марк Маркес, Фабио Джи-Антони и Марко Бидзеки. Ну и за Хонду будут выступать ЛСР Хонда, так как и на крайней мере Джоан Зарко, Лука Марини и Джоан Мир за Рипсоль Хонду. Петро Акошта, Агусто Фернандо за Газгас Фэктер Рейсинг Тек-3. Рэдбул КТМ, Фэктер Рейсинг КТМ, Брэдли Биндер Джек Миллер. Ну и Фабио Курторар и Алекс Ринс будут выступать в одной команде Ямаха Фэктери Монстер Энджи. Но, соответственно, изменения в календаре, они будут несущественными. Просто вот Гран-при Казахстана на трассе Сокол Интернешн Ларис Тарк в Алматы будет 16 июня, потому что это будет 9-м в следующем сезоне Мото Гран-при. Ну и дальше, я думаю, будет поинтереснее. Теперь Формула Е. У нас все вакансии заняты. различными командами. Ну и первый этап, который мы будем обозревать уже в новом сезоне подкаста нашего. В новом сезоне нашего подкаста. Это как раз будет этап в Мехико-Сити и При. Мехико-Сити и При. И, соответственно, 19-го числа, января месяца 2024 года, мы будем обозревать гонку Формулы Е в Мехико-Сити. Это во-первых. Во-вторых, там очень много будет интересного среди гонок на выносливость. И вот у нас уже определились заявки на среди гиперкаров. Кадиллак выставил пока что одну вакансию в паре с Эллом Бамбером и Алексом Лином. Порше, Пенский Мотор Спорт, Мэттью Кэмпбелл, Майкл Кристенсен, Глитин Фредерик Маковецкий, Кивин Эштер, Андрей Лётер и Лорес Ванзер. Тойот Козу Рейсинг. Майкон и Камуико Байшник, Девриз, Сэп Буйми, Брэндон Харли, Рио Хиракава. Изотов Раскиния, кстати говоря, выставляет гиперкар трехлитровый Алекс Гарси и Жан-Карль Верне. И неизвестно, кто будет в экипаже третьем. Херц Семьё, Оливер Расмус и Вилл Стивенс не знают пока двух своих членов следующих экипажей. Дрис Ванзер и Шеллан Ван дер Линда за БММ Тим ВРТ поедут. Неизвестно, кто будет в втором и третьем. Альпины 19-ти Мик Шумахер, Шарль Мелеси, Николай Ля Пьер, Матью Век Сивьер, Фердинанд Хавзбург и Поль Луб Шатен. За Феррари и Айф Корсе поедут Александр Пьер Гвидди, Антонио Фокко, Роберт Кубица. Еще не знают они пока эти три экипажа Айф Корсе и Феррари и Айф Корсе своих вторых и третьих участников экипажа. Мирко Борталоти Даниил Квят за Ламбарги и Айрон Линкс. Пол Диреста, Жанрик Верни, Микель Йенсен и Леуик Дювайл, Николай Мюнер и Ставель Мандорн за Peugeot Total Engels. А про одном компетишен экипажа Porsche 963 Гарри Дингнал. Не знает пока, кто будет в экипаже с вторым и третьим, в 99 экипаже. LM GT3 теперь уже новый регламент и вот пока у нас вот такие заявки. Иэн Джеймс на Heart of Racing Team. Team WRT выступать будут на BMW M4 GT3. Августа Фарфос и Валентина Росси. Кристиана Костелачи, Томас Флёр и Давид Ригон за Виста АФ Корсе. Там же Франсуа Хириау, Симон Манна и Олеси Оровера. Грегори Сачи и Марина Сад из United Auto Sports. Яраникс Иерн Деймс, Мишель Гаттинг и Клаудис Киавуни. Бен Баркер и Ан Хардвик за Проттон Компетишн. А Кодиша Испа Тим за Лексус, Кен Вандолинд и Хосе Мария Лопес. Чарли Исту Деденнишку, Каделия, ЗТФ Спортс на Шарвле, Харвит, ЗТЖ GT3R. Ричард Литц на поршке 111 GTR 3, 1992. Клаус Блахлер, Александр Малыхин, Джоэль Штурм и Ричард Литц. А за Дистейшн Рейсинг на Астон Мартин Вантедж, АМР GT3, Ево, Маркус Соренсен. Знакомый нам по выступлениям в той же Евросерии, в той же Формуле Форта, Еврокубки, Формулы Рено. И в Формуле Рено 3,5 он выступал, пока не перешел в гонки на выносливость. И в Гран-при 2 он пробовал себя. В Сочи он выиграл Марка Соренсен в 2014 году на МПа Мотор Спорт. А в Карлине он пробовал только лишь в 2015. Всего лишь 4 этапа. И, к сожалению, ему не досталось никакого места в командах Гран-при 2, а иначе Формула 2. Но вот... В гонках на выносливость всякое может быть, чудеса могут случиться. В зачет будут идти в гонках на выносливостье гиперкары производителей и команды гиперкары. Там же LMGT3 команды отдельный зачет. Календарь будет выглядеть таким образом. 1812 километров Катара. 6 часов Умала, 6 часов Спа Фрэнк Аршама. 24 часа Лимана, напоминаю, 15 июня. 6 часов Сан-Паулу, одинокая звезда Лимана, 1 сентября. 6 часов Фуджи и 8 часов Бахренов. Конец сезона начнется 2 ноября. Вот так это все будет происходить. Чемпионат мира по ралли. Давайте мы еще кинем взгляд на следующий сезон. Там мы видим, что за Форд будут выступать Перли Любэй Бенджамин Вес. Сопикла Биенна фирм от Танак Мартин Ярвио. И Терри Нойвели за Хюндай Сэбош Геем Винсен Ландэй. Так и моток отсюда Рэн Джонсон, Эльфин Эммонс, Скотт Мартин. И Калера Ван Перри Юн и Халтонин на Тойоте Газу Рейсинг. ВРТ будут выступать в этом классе раллиных машин. Ну что ж, дорогие друзья, мы рассказали вам о обзоре Гран-при Абутави, обзоре мотосклетного Гран-при Валенсии. Рассказали немного о составах на Endurance Championship следующего года. Да и много чего рассказали из мира гонок. А сейчас давайте расскажем немного о том, как отжигали любимую герою команды. Итак, поехали. Да, дорогие друзья, мы начинаем нашу вторую тему. Это как отжигали любимую герою команды. И сейчас мы расскажем вам немного о том, как проходила официальная квалификация перед UEFA в 2024 по футболу. И сейчас вы видите... Сейчас вы, правда, не видите, но я вам озвучу тех, кто квалифицировались уже в немецком... В немецком Евро следующего года. Германия квалифицировалась как организатор. Вы уже помните прекрасно по предыдущему выпуску нашего подкаста. Оквалифицировались в следующих подгруппах квалификации на Евро. Следующие сборные. Бельгия, Франция, Португалия, Шотландия, Испания, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия. Там же Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения и Хорватия. Но еще будут определены... Определены на итоговой жеребьевке, которая остается 2 декабря, 18 часов памятного времени в Эльферамонии в Гамбурге. Исходя из... Исходя из тех посевов корзины, мы видим, что в первой корзине Германия как организатор квалифицировалась первой. А по рейтингу дальше следуют Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия. Во второй корзине Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия. В третьей Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия. В четвертой корзине Италия, Сербия, Швейцария. И, внимание, победители плей-офф трех путей А, Б и С. Так вот, в этой жеребьевке стыковых матчей у нас определились полуфиналисты пути А в Эльфинляндии, Польша, Эстония. В пути Б Босния, Украина. Израиль, Исландия, соответственно, в пути Б. И путь С к Грузии, Люксембург, Греции, Казахстан. Среди тех, кто у нас был дисциплинирован и наказан, три желтые карточки у Квичи Хворацьили. Рената Джойкович на полуфинал с Украиной. Из Боснии игрок получил вторую желтую и красную в матче с Словакией. Но Роли Алип из-за трех желтых карточек не выйдет на матч с Грецией. А Даниэль Синань из Люксембурга получил прямую и красную в матче с Киктенштейном и не сыграет в полуфинале с Грузии 21 марта. Но это в порядке вещей. В порядке вещей. И там мы видим, что там свои, так или иначе, так или иначе некоторые моменты, связанные с квалификацией на Евро. Теперь, теперь давайте обратим внимание на НБА, Национальную Баскетбольную Ассоциацию. Там мы видим, что у нас Бостон Салтикс прочно уоккупировал первое место на Востоке. Дальше Орнандо Мэджик, Милоки Бакс, Филадорфия 76ers, Майами Хит, Индиана Пейсер шестерки. В десятке плейн-турнамента предварительно Нью-Йорк Никс, Кливен Калли, Салтанта Хоукс и Бруклин Нец. Вне этой десятки Торонто Рапторс, Шрауд Хорнс, Чикаго Булс, Вашингтон Визерс и Де Троид Пистонс. Дальше на Западе Минсуто Тимбер Улс лидирует. Аглоком Сити, Денвер, Наггетс, Феникс Санс, Даллс Майперис и Саграме Та Кингс в шестерке. Вне этой десятки, простите, Христон Ройтис, Лосанджерс Лайкерс, Нью-Арленс Переконс, Голден Стейт Вейерс. Вне десятки Лосанджерс Клейперс, Юта Джесс, Портнер Эвелайзерс, Мефис Гризис и Стан-Антонио Спёрс, Которые идут и вовсе последними команды Грега Поповича. Три победы, 14 поражений. И сыграны у них 17 игр, как и у большинства. Единственное, кто сыграл 18-ю игру, так это Денвер Наггетс. Как и Лосанджерс Лайкерс, Нью-Арленс Переконс. Там же никого мы не видим. 15-ю игру только сыграли Сакраме Та Кингс, и больше мы никого не видим. Да, и 18-ю игру сыграли Чикаго, и там же Шарланд Хорнетс. Лидер среди индивидуальной статистики. Джоэль Эмбетт по очкам 32,1. По подборам Николай Юрьевич, 13,4 в среднем. Таррис Хайлибертон, 12,1 по передачам. По подборам Шейджерос Александр, 2,3. 2,9 Брук Лопес из Мелоки Бакс по блокшотам. По потерям Кит Каннингем, 4,8. По минутам в среднем за игру Таррис Макс, 38,6. Яков Петридт по очкам в поле, 72,7%. Кентарь Скотт был по штрафу на 93,9%. По трехочковому 52,2 Кимин Дюрант. Трехочковый у Кимин Дюранта с Вениксанс. Эффективность за игру Николай Юрьевич, 14,39. Дабл-дабл и трипл-дабл у Николай Юрьевича. Точно он оккупировал первые места по трипл-даблам и дабл-даблам. 16 на 6. Высшие цифры в игре. Енис Татакумба, 54 очка, 24 марка Вильямса по подборам. Николай Кич, 18,7. Учхай Джиллос Александра из-за Клахома Сити Тандер. Брук Лопес и Виктория Миньяма, 8 блокшотов. 9 у Лукидон Чичи Тарри из-за Хайли Бертона, 9 трехочковых. Среди статистики лидеров команд. Индиана Пэйсерс по очкам, 27,8. Юда Джаз, 47,3. Индиана Пэйсерс по... Это по подбору мы видим. По передачам Индиана Пэйсер, 33. По отбору Лосарджи Скипперс, 9,9. Блокшотов, 7,2. У Феникс Санс. Попадение Юда Джаз, 17,9. Пополам Детройт, 53,3. По очкам поли Индиана Пэйсерс, 50,5%. По штрафным окном Сити Тандер лидерит по трехочковым. Также 85,8 на 40,5. Плюс-минус плюс и Бостон Салты из 8,5 в итоге. Награды недели. Награды недели за ноябрь. Получили у нас Паула Банчера из-за Орландо Мэджик и Дэван Букер из Феникс Санс. Тоже первая награда за неделю. Почти все игроки, 5 игроков разных команд и 5 игроков на западе и на востоке, соответственно, получили первые награды каждой недели. Единственное, кто получит вторую награду. Будет ли наш прогноз, кто получит вторую награду недели в НБА? Это уже мы знаем. Прекрасно. Давайте посмотрим in season tournament сейчас. In season tournament. Там мы видим, что у нас выбыли у нас Detroit Pistons. Борьба идет также и в матче. Борьба идет также и в других командах Атланта, Philadelphia Cleveland. Индиана Пейсерс вышла из группы Востока, первый подгруппы, во второй подгруппе Милоки Бакс и, соответственно, Нью-Йорк Никс могут быть в нокаут, либо в нокаут стейдж, либо в полностью нокаут стейдж. Милоки Бакс первая, Нью-Йорк Никс вторая. Выбыл у нас Вашингтон Визардс. Orlando Magic и Boston Celtics в третьей подгруппе Востока. Пока что на втором и первом месте. Выбыли у нас Toronto и Chicago. На западе в первой подгруппе Лос-Анджелес Лейтерс и там же Phoenix Suns. Выбыли у нас Utah Jazz Portland и Memphis. В второй подгруппе запада Нью-Йорлен Периканс, Нью-Хьюстон Роттс. Пока у нас на первом и втором месте. Выбыли Дэн Вернадидс, Далс Маверикс и Лос-Анджелес Клиперс. И в третьей подгруппе, в третьей подгруппе у нас Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves. И там же Golden State Warriors, Oklahoma City Tunders и Антониус Перс. Выбыли из третьей подгруппы запада. Рейтинг команд, занявших второе место. Нью-Йорк Никс пока проходит дальше. И там же временно Phoenix Suns. Из первой подгруппы запада, а из второй подгруппы востока выходит Нью-Йорк Никс. Соответственно, Вест Вайлдкарт получает предварительно Phoenix Suns, а восточный Вайлдкарт получает Нью-Йорк Никс. И таким образом финал с Vegas Strip, T-Mobile Arena и полуфинала там же будут проходить. Единственными матчами, соответственно, всякое может быть чуть-чуть случается. Но пока еще Интезин Турнамент не завершен. Не завершен еще Интезин Турнамент, кубковый внутри сезона этап. Ну а сейчас давайте в NHL переместимся, в Национальную Хоккейную Лигу. И там мы видим, что у нас у Атавы Сенаторс приходит в качестве Генерального Менеджера Стив Сайос. В Атавы Сенаторс, соответственно, в тренеры у нас уходили. По ходу сезона Крис Кноблох, Джон Найнс и Скотт Амель. И, в общем-то, пока что никаких, может быть, действительно не могут применить. Но, может быть, они и применят по ходу сезона. В котором в топ-3 Ставичной дивизионной Нью-Йорк Рейнджерс, Каролина Харрикенс и Филадельфия Флайерс Тройки. В топ-3 Атлантики, Бостонбург, Слорида Пантерс и Детройт Редвинкс. Следуют в этом топ-3 Атлантики. По Алькарфри, например, Таранто, Майпл Элипс и Тампа Бэй. В ней это восьмерки Вашингтон, Нью-Йорк Календарс, Питтбург, Баффало, Монреаль, Нью-Джерси, Атавы Коламбус. Нью-Йорк Календарс четвертым идет по рейтингу в Алькарте, но пока вне этой восьмерки. На западе мы видим, что Календарс ждал Старс и Виннифей Джетс в топ-3 центрального дивизиона. В пасифик дивизионе топ-3 берут Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Кингс и Ванкувер Канакс. По Алькарту временно проходят Сиэтл Крайтенс, Энд Лоис Блюз, Нэшл Преддерс, Аризона Койотис, Калгари Флеймс, Анахайм Дакс, Эдмонтон Уэллер, Сминсотто Уайлд, Чикаго Блэк Хокс и Санхас Шаркс. И больше, по-моему, ничего. Игорь Шестеркин на 4 меньше, на 3 меньше у Картера Харта. А у Сергея Бобровского, одного из ведущих вратарей сборной России, пока на 1 меньше процент оружейных бросков. На 1 тысячную меньше процент оружейных бросков. У Вларида Пантерс, у единственного лидера вратаря этого клуба Вларида Пантерс, ну и, в общем-то, он сыграл 9 игр. И, соответственно, времени на льду он провел побольше, чем все остальные. Теперь по главным достижениям. По главным достижениям 22 ноября. 22 ноября игрок Кал Калатербак сыграл 1000 игру в Нейчири, ставший 385 игроком, достигшим этой цели. Напомню, что Кал Калатербак, выступающий в Нейчири за Нью-Йорк Календарс, его бывшей командой считается Миннесота Уайлд. Он был выбран в 2006 году 72-м общим драфт-пиком от Миннесота Уайлд. Его игровая карьера началась еще в 2007 году, при старте сезона 2007-2008. И там его карьера началась еще в Велан Кугорс и в Сент-Майкл Мейджорс Торонто. Он играл и Ошава Дженералс, он играл и в Хьюстон Айрос, он играл. И потом его перевели опять в Хьюстон Айрос. Потом Бридж Пойнт Саунд Тайгерс в 2019-20-м он играл в АХЛ и вернулся в Нью-Йорк Календарс для того, чтобы побеждать. Он выступал также за международную сбору на чемпионате мира. На чемпионате мира он стал в итоге пятым. Сыграв 7 игр, 1 очко он заработал и 4 штрафных минуты он, собственно говоря, и получил. За всю карьеру я хочу познакомить карьеру этого хоккеиста. 982 игры сыгранного Кайла Кладербака. 136 галлов, 138 передач, 374 очка. 3 шестерки, то есть, значит, 666 штрафных минут. Он получил в плей-офф. У него меньше статистики, 76 сыгранных игр, 12-8. Итого 20 очков по 7 игол плюс пас. 90 очков, 90 сыгранных, 90 штрафных минут. Ровно 90 штрафных минут у него на счету. В общем, Кладербак бескомпромиссный человек. В общем-то, умеет быть склонным к штрафным минутам, в общем-то. А теперь давайте NFL. Глянем, глянем NFL сезон. И там мы видим, что у нас по-прежнему продолжается борьба за плей-офф. Продолжается борьба за плей-офф. Там мы видим, что у нас в конференции... В конференции у нас лидеры дивизионов Baltimore, Ravens, Kazans, Kansas, Chiefs, Jacksonville, Jaguars, Miami Dolphins. Временно по лаут-карт проходят Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns, Browns и Indianapolis Colts. В охоте за лаут-карт Houston Texans, Brandon Broncos, Buffalo Bill, Cincinnati Bengals, South Vegas Stiders, Los Angeles Chargers, Tennessee Titans, New York Jets, New England Patriots, за которым мы играем. Некоторые карьерные циклы в Madden NFL, о которых мы расскажем про видеоигры чуть позже. Национальная футбольная конференция лидирует сейчас Philadelphia Eagles, San Francisco, 49ers, Detroit Lions, Atlanta Falcons. В ол-лаут-карт время проходят Dallas Cowboys, Seattle Seahawks, Minnesota Vikings. В охоте за лаут-карт, Green Bay Packers, Los Angeles Rams, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, New York Giants, Chicago Bears, Washington Commanders, Arizona Cardinals и Carolina Panthers. На 16-м месте и последний мы, в общем-то, пока ничего такого мы не увидели. Теперь достижения и статистика. Мэтью Стефорд обошел Франка Таргентона за 11-место. За количество пассов при тачдауне в официальной статистике на 12-й неделе. Сиджи Струт стал первым дебютантом, имевшим 300 ярдов пасса в 4-х подряд играх. И Патрик Махомс поставил рекорд по количеству игр, которые получил как минимум 2 пасса тачдауна в первых сезонах, начиная с 66. И предыдущий рекорд был у Дэна Марино 65 тачдаунов на его счету. А вот у Патрика Махомса был сейчас 66. Награды за 11-ю неделю в НФЛ, в Национальной Футбольной Лиге Америки. Тревор Лоренс, Брок Пёрди в нападении. В защите Джейден Рэмзи и Даррен Бленд в различных конференциях. Специальные тактические команды Рейджи Гиллом и Эттан Эванс из Лос-Анджелес Рамс и Баффла. Биллз. Соответствующие награды получили у нас за неделю Федекс Эйро, Федекс Граунд и Пеппи Зережа Шугар. Брок Пёрди, Джейлен Воррен и Томми Дэ Вито. Из нее Джейнт, Питтсбург и Сан-Франциско, соответственно. Ну и за ноябрь мы увидим некоторые награды, которые могут быть новичка месяца. Ну и также за ноябрь мы увидим некоторые награды после 12-й недели в НФЛ. Теперь, соответственно, сейчас давайте расскажем немного, для того, чтобы переместиться, к примеру, в Россию. Переместимся давайте немножечко на российский спорт. Давайте посмотрим, что у нас происходит в наших... В наших играх. И там мы видим, что у нас завершился сезон в женской суперлиге по футболу. Там мы видим, что у нас в заключительном этапе Зенит выиграл у ЦСКА. 3 очка, Локомотив 37, ЗВД 25, 27, 23 у Динавы, 14 у Рязани, ВДВ. За 7 и 12 места попоролись окончательно Ростов, Чертанов, Краснодар, Ениси и Рубин и Крисоветов. При этом они выиграли первый раз и четвертый раз взяли еще 4 очка у них. С учетом десятых долей после деления 21,5 у Ростова, Чертанов 20,5, Чертанов 20,5, Ениси 16,5, Рубин 9 и Крисоветов 4. Ну а в первые и шестые места после деления очков с учетом десятых долей получили очки Зенитца, ИСКА, Локомотив, ЗВД 25, Динавы, Рязани, ВДВ. В споре бомбардиров выиграла это право Надеж, Габи Ангина и Яна Шейна вторые, Даниила Басаева третья, Невена Менщина, Кристиана Лаиса, Надежда Смирнова, Кайл Лунинерс четвертый, Габи Кжевинска, Медель Жарко, Ченнер Манкинс и Франциско Ордега. На пятом месте Елена Зубко, Маргарита Чернамырдина, София Шишкина шестые, Алиса Курочкина, Юлия Мясникова, Фаузия Нажемба и Елена Шестернева на седьмом месте. Ну вот, что у нас получается. Среди вратарей Арина Таранченко лидирует три игры. Она и останется так или иначе лидером среди вратарей. Татьяна Толматова как полевой игрок на втором месте. Одну игру сыграла, не попустила ни одного мяча. Наталья Воскобович три, третье место, Арина Звая четвертая, Эльвера Тудо пятое, Виктория Настенко шестая, Есения Еремеева седьмая. Юлия Криченко восьмая, Елизавета Щербакова девятая, Анастасия Ананиева десятая, Татьяна Щербак только одиннадцатое место. Вот таким образом это все у нас и получается. Суперлига женская, как я уже говорил, пополнится клубом Спартак. Как вы уже и знаете. Ну и соответственно давайте посмотрим еще и премьер-лигу мужскую. Там у нас таблички происходят следующие. Двоевластие в топ-2 и на третьем и четвертом месте. Зенит, Краснодар. Между ними одно очко и также между ними одно очко между Динамо и Спартаком. Колесоэтов пытается выбраться из этого опасного положения, в котором находятся ЦСКА, Рубин и Локомотив. Двадцать и ноу по арене. Двадцать у Ростова, девятнадцать поровну у Факела и Урала. Четырнадцать у Оренбурга и Ахмата. И тринадцать у Ахмата. Проходят они временно в стыке. Выбывают в первую лигу Балтика и Сочи. И в общем-то, по-моему, ничего. В первое место у Ахмата Кассиев среди бомбардиров, Джон Кордоба, Федор Чалов, Эдуард Спиртян. Вторые. На пятом месте делят Егор Галенков, Антон Забал и Бенджамин Гарре. И Евгений Марков, Никита Сладаков, Тео Бонгон, Дана Ирсихинзян, Эдгар Севикян, Дмитрий Воробьев, Мартин Карамарич, Андрей Егорович и Вентал и Федор Смолов. Делят девятое место. А по голевым пасам Квинти Промес и Роман Ежов лидируют. Третье место делят Мумин Гамале Мигел. Максим Кузьмин, Константин Дюковин, Вентал Александр Соболев, Максим Лушенков, Брайан Мансилий и Иван Обляков. Только у них, только эти несколько игроков делят третье место. Среди вратарей Игорь Лещук не пропустил ни одного мяча. Александр Селехов только два гола и три сухих матча. Один сухой матч у Дениса Анана, при этом один гол он пропустил. Матвей Сафонов, нынче лечащийся после травмы головы, в матче с неудобным соперником Урал. Семь пропустил и семь сухих матчей сыграл. Матвей Михаил Киржаков 8 на 4. Артур Неман Анатольев 11 на 4. Голы и сухие матчи по итогу первого круга и второго, который стартовал недавно. Ну, в общем-то, понятно, что произойдет. А среди тренерских изменений пока ничего мы не видим. Пока мы ничего не видим. Все остались на своих местах, которые были уже даны. Мы еще не сказали про ежемесячные награды, которые получили у нас в октябре. А в октябре Сергей Ташуев получил награду тренера месяца, игрок месяца Эдуард Ставертьян. Огон месяца Илья Ишков. В матче с Динамо-Урал тогда проиграл 1-2 Динамо. В общем-то, это все было красиво. В первой лиге давайте пробежимся. Пробежимся по первой тройке. Даже по первой четверке, надо сказать. Динамо Махачкала лидирует. Химки 36. Акрон Тюмень по 35 на пару с Арсеналом Тульским. 32 у Луни Родины 28. Торбина Москва 27. КамАЗ 25. Енисид по 24 с Химком, с Кахабаровским и Шинником. 23 у Ленинградца. 20 у Кубани и Сокола Саратовского. Волгарь 19, Черноморец 18. Сокол Волгарь и Черноморец. Принадима лидера Дивизион А второй лиги 24-2025. Вторая лига Дивизион А. Вторая лига Дивизион А. И там мы видим, что у нас в подгруппах на втором этапе. Получили следующие места. Дубль же Сатарка Санаваров, Аротор Муром, Верес Чайка. Новосибирск Родина 2, Металлург, Челябинск. Волга, Уертыш, Динамо, Спартак, Терек, Стильщик, Авангард, Машук, КМВ, Химик, Калуга и Торпедомиас. Среди тех московских команд мы видим Верес и Родина 2. По итогу. Ну а вот география соревнований очень даже полуобширная, я бы сказал. Не хватает только даже из Камчатки и даже из других городов Дальнего Востока. Не хватает только из других игроков, других команд Сибири. В общем-то, всякое может быть и чудеса случаются. А сейчас давайте про континентальную лигу по хоккею в сезоне 2023-2024 расскажем. У нас, как ни странно, у нас, как ни странно, получается, что в первой восьмерке западной конференции лидирует Спартак. На пару с Динамо у них 51 зачетному баллу. 46 у Локомотива, Торпеда, 43-42 УСКА, 40 у ЦСКА, 35 у Северсталь, 34 у Динамо Минска на одном меньше. По 30 у Хоккейного клуба Сочи и Витязи. Кунинг, Рестар 29. Они вне этой восьмерки. На востоке Металлург, Авангард, Лада, Слава Дилаев, четверки. В следующей четверке Акбарс, трактор-автомобилисты Сибирь. Вне этой восьмерки Амур, нефтехимик, Барреса, Адмирал. Лучшие игроки недели. Александр Самонов из Слава Дилаева, лучший вратарь. Алексей Маклюков, лучший защитник. Нужно подречить Никита Михалес из Металлурга Магнитогорского получил награду лучшего нападающего. Ну а лучший новичок Антон Силаев из Торпеда. В третий раз за максимум... В третий раз за несколько недель он получает награду лучшего дебютанта. Среди бомбардиров Николай Голдовин 51 очко, Владимир Ткачев 48 на 4 меньше у Джордана Уилла, Рид Буше 41 очко, Никита Кусев 40 очко, 38 у Райана Спунера, Павел Парин 37, Кирилл Пилипенко 33 на парусе Максима Летуновым и 31 очко у Василия Атанасова. Но пока достижений мы не видим и... В общем-то мы все видели сами. 9-10 декабря состоится Фонбет Ол Стар КХЛ. 14-й матч звезд. Кандидат Лиги по хоккею состоится на 9-10 декабря этого года. Ну а составы следующие. Ну а составы следующие. Вот вы видите, как это все происходит. Вот такие тройки, вот такие вот, не то чтобы тройки, 3 на 3 будут играть и по регламенту формата матчей всех звезд. Как вы же и помните, играют 4 дивизиона Харалова, Боброва, Тарасова и Чернышева. На полфинале встречаются 2 дивизиона. Победители каждого матча встречаются в финале для определения победителя турнира. Правшие команды, проигравшие команды встречаются в матче за бронзу. Продолжительность каждого матча 20 минут, по сечении 10 минут каждого матча команда меняется воротами. При ничейном счете по 20 минут победитель определяется в серии буллитов без овертайма. Вот так это все происходит. Ну а я вам скажу, что сейчас мы расскажем про Единую Лигу ВТБ. Единую Лигу ВТБ, которая сейчас проходит в данную минуту. И там мы видим, что у нас в чемпионате пока что в первом этапе регулярки. ЦСКА у них сруны Ениси, Зенит, Урал, Маш. В первой шестерке, в ней это шестерки в группе 2 этапа поборются локомотив Кубань, Самара, Астана, Пари, НН, Парма, Пари, МБА, Автодор и Минск. Вот такая вот история у нас происходит. Ну в общем-то мы рассказали вам о том, как отжигать любимую герои команды. Ну а сейчас о самом приятном. Видеоигры нововысшие и предстающие. И что предшествует декабрь предстающим видеоиграм. Итак, поехали. Итак, дорогие друзья, мы начинаем нашу третью и последнюю тему в нашем подкасте. Это видеоигры нововысшие и предстающие. Мы предвкушаем сегодня декабрь в видеоиграх. У нас 1 декабря мы в эти минуты записываем подкаст, когда у нас выходит Lost Legends of Redwall, The Scout Anthology. От Сума Димс и Форс Райт, Форс Райт, Форс Райт, Интертейнмент. Бэтмен Архамм Трилоджи от Rocksteady Studios и Warner Brothers Games на Nintendo Switch. Там же Disney Dream Light Valley 5 декабря. Лего Бриктейлс VR 7 декабря. И Вархаммер 40,000 Роут Рейдер от All Cat Games. Вертельгеймс также получает 7 декабря игру Аризон Саншайн 2. Буллет Шторм VR 14 декабря. Асгард Фрасс. Врата Асгарда 2 15 декабря. 20 числа декабря месяц. Аризон Тейл 4 на МАК и АС. Принцесс Мэкл 2 Регенерейшн Live Simulator от Близз Брейн. На Windows Nintendo Switch PS4 и PS5. Раку Венчур от Кюбайт Интеррактив. На Windows Nintendo Switch PS4 и PS5 из Босса 1 и Босса 6. 14 декабря. Там же Хаус Флитер 2. Грэмблю Фэнтези Версус Райзинг. От Арк Систем Воркс и Сиджи Геймс в тот же день. 14 декабря получат релиз. Кастом Мэк Ворс тоже 14 декабря. Уан на Windows визуальная новелла 22 декабря. Баджиканс Дэд Форс оф Дэсоул 28 числа. Еще толком неизвестна дата релиза. Тайбрейк офишал гейм о Дэйд Бэйд Бэйкан Студио Синакон. То есть Портсад Гигцентрэм Дэйкс Геймворкс. Там же Стэл Лав Белэйд. Там же мы видим и некоторые другие. Игры Класси Фит Франц 44 года от Абсолюта Геймс и Тим 17. Бладболл 3 от Сианита Након. Смертельный, смертельный американский футбол. Блю Протокол 4 квартал. Но пока еще неизвестна дата релиза от Бандынамка онлайн и Амазон Геймс. Ну и дальше Балдургейт 3 на Xbox Series X. Еще неизвестна дата релиза на Xbox Series X от Лариан Студио С. Ну и 28 декабря Pokemon Concerts от Netflix и Nintendo Pokemon Company, Pokemon, известные игры, выйдет 28 декабря 2023 года. Pokemon Concerts, в общем-то, этот год видеоигр будет настолько интересным, что выйдет даже UFL. Тупрайсер Коллекшн следующий, следующий, следующая игра 11 января выйдет, следующего года от Кюбайт Интерактив. Там же, наверное, Текен 8, 26 января. В следующем феврале у нас выйдет The Political Machine 2024. Симуляция губернаторства от Stardog Entertainment. И дальше. Дальше мы видим, что Last of Us Parts то ремастерит. 19 января выйдет на PS5 от 0.9% интерактив интертейнмент. В марте выходит Unicorn Overlord. 8 марта. В женский день марта, 2120-28 марта. От Кюбайт Интерактив. Ну и неизвестна дата релиза на следующий год. Блю Протокол. Там же, наверное, Лолипоп Чинсоу Репоп. Лайтл Найтмаре 3. Литл Китти Биг Сити. Ленджетов Легаси HD Ремастеред. Там же неизвестна игра по... Тенейджер Нижи Токолс Мутант Мэйхем Гейм. Тест Драйв Аниметр Солар Краун от Након и Кэйти Рейсинг. ЮФО Робот Гриндайзер The Fist of the Wolves от Эндроу Демикроидс. Ивампир Замаскеред Блуд Лайнс на Windows 5.5 Series 6 от Chinese Rumor Paradox Interactive. Толком неизвестна дата релиза, хотя пишут, что 3-4 квартал следующего года. Вархаммер 400 Спейсмарин 2. От Фокус интерактив намечено на 3-4 квартал. Ну а дальше 12 апреля выйдут и видеоигры по... Фильмы по видеоиграм и телевизионные сериалы. Fallout, Knuckles, Borderlands, Sonic the Hedgehog, Dead Cells, неизвестна дата, Как и Дэвил Мэйк Крэй и Том Райдер, The Legend of Lara Croft. Это что касается следующего года видеоигр, которые мы расскажем в ближайших выпусках подкаста нашего. Да и в общем-то про те фильмы по видеоиграм, которые могут быть. Ну что ж, дорогие друзья, вот таким у нас получился 46-й выпуск или Супер Децепт подкаста. Его послушали и посмотрели. Я думаю, что 8 декабря мы встречаемся с вами на подкасте, посвященном итогам мотоциклетных гонок. Как ожидают любые герои команды и видеигры на ваши предстоящие. Ну а во второй неделе итогов гонок мы будем обозревать итоги сезона WRC. А на третьей неделе мы будем обозревать в последнюю очередь Формулу-1 2023 года и гонки поддержки. То есть, кто выиграл чемпионат, кто выиграл клубы конструкторов, кто прогрессировал по ходу сезона и кто провалился по ходу вообще этого сезона. И кто лучший дебютант по итогам этого, этих чемпионатов, прошу прощения. Ну что ж, друзья, подпишитесь, поддержите лайк на это видео, не забывайте нажимать на колокольчик под всеми нашими видеоматериалами и слушайте наш подкаст, где вы бы не находились. С вами был Дезетов, были только что на канале Дезетов, вы послушали в 46-й раз Лисупер Дезет подкаст. До новых встреч, друзья, и всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА